Ребят, всем привет! Здорово! Это снова проект Перекуп, очередная серия. Вы просили их выпускать почаще. Выпускаем, ребят, почаще. Напоминаю, что цель проекта дойти с 10 тысяч рублей до полумиллиона. Мы уже купили, продали несколько автомобилей и, собственно, продолжаем заниматься поиском этих самых автомобилей. Нам не везет. У нас карма, видимо, такая. Ну, вот как-то вот что-то пошло не так. Мы, видимо, вас научили продавать автомобили каждый раз с серией, и мы не можем купить машину. Никто не торгуется, ни нету каких-то интересных предложений на продажу. Блин, а машины принципиально от перекупщиков мы смотреть не будем. Нам нужен именно от собственника нормальный автомобиль. Да. И, собственно, первый автомобиль, который мы поехали смотреть, он был все равно не от собственника. А, да. Да, не от собственника. Это была ВАЗ-2111, это универсал. Десятое семейство, универсал. И, собственно, мне... По фотографиям была симпатичная. По фотографиям вполне себе, но мне она сразу не понравилась, потому что по телефону был человек, ну, не совсем русский, то есть, может быть, он русский по документам, но... Но это не важно. Ну, не важно. В общем, мы приехали по назначенному адресу, она прям стояла, то есть, это там сервис, она прям как-то недалеко от сервиса стояла, мы ее посмотрели. И мы даже не стали звонить собственнику, чтобы он вышел нам ее открыл. Как бы собственнику. Как бы собственник. Да, завел и показал, но потому что, блин, дрова. Просто дровина, ребят, просто дровина. Так, Перекупская 11. Перекупская 11, да, мы приехали смотреть 11. Ремонт в стиле мы. Ремонт в стиле мы. Отлично вообще. Тут уже за нас, да, заслышишь, за нас все уже замазали. Слушай, ну это, мне кажется, та, которая за 35 продавалась. Жесть, конечно, вообще труба. Я же тебе говорю, вот я видел, за 35 она точно такая же была, только вот там, вот эта, упавшая была жопа, прогнившая. Вообще, хрен. Конечно, стремная. И просят за нее, ребят. Сколько, 60? Да тут вообще, я не знаю, работаю с ней. Просто, просто ей. Еще вагон и маленькая тележка. И это, сейчас мы еще не заглядывали вниз, а внизу, а внизу, а внизу, лонжерона у нас нет. Да? Да. Короче, не наш вариант. Нет, вообще. Да ну вообще, он там весь гнилой. Сосолико купил. Вся гнилая. Нет, там сзади еще более-менее живое. Ну как же, да ни хрена не живое тоже. Поехали. Ребят, мы перерыли все автору. Просто все автору перерыли уже. И иномарки, и не иномарки. Вы на думаете, да ладно, давай опять помойки смотрите, нету машин. Но куда-то проще перед Новым годом, видимо, всем не на продаже автомобиля. Да. О, мы опять же, по фотографиям нашли нормальный автомобиль от собственника. О чудо! И вот недалеко, там буквально за 20-30 километров от Воронежа, мы поехали смотреть Volkswagen Passat! А по дороге перед нами развернуло Рено Сандера. О, да, да, да. Была авария, ну, остановились, ну, не авария, только развернуло. руками ничего не смогли сделать. Слетел он с этого. Его выдернули, потом тросом. Так, ребят, в общем, смотрите, подбирать машину-то мы подбираем. Делаем мы это при помощи автору. Почему? Почему? Очень много вопросов нам там в комментах задают. А Кирилл тут, между прочим, пока вот смотрит, как Газель паркуется. Он тут уже полчаса паркуется, он никак запарковаться не может. Так вот, ребят, смотрите, когда мы открываем список автомобилей, вот прям сразу на этом этапе мы можем отсеивать объявления. Мы можем не тратить свое время на звонки, допустим, вот таким автомобилем. То есть, если вин горит красненьким, то есть, есть какие-то проблемы, значит, вин либо не этого автомобиля, либо какой-то выдуманный, и так далее, и так далее. Либо там есть ограничения по этому автомобилю. Ребят, не всегда в стопроцентных случаях, что если вин горит красненьким, машину не стоит смотреть. Потому что иногда просто идет несоответствие в лошадиных силах. То есть, в объявлении там 65 лошадиных сил, а у машины по факту 70 лошадиных сил. И уже будет светиться красненьким. То есть, вот, здесь не совпадает объем двигателя. Ну, это не страшно. То есть, в объявлении там 1,3, а... Да, но может человек просто указал неправильно, может еще что-то. Это не критично. Главное, юридические проблемы и ДТП. Но все равно, при просмотре... Юридических ограничений не обнаружено, ДТП не обнаружено. Также можно посмотреть полностью весь отчет по этой машине. И вот смотрите, есть владельцы ППТС. Опять же, сразу. То есть, смотрим, когда машина у нас... О, вот смотри, с 2016 года по настоящее время. Все владельцы. владелец, соответственно, там продает. Далее, смотрите, то есть, мы открыли там какую-то нормальную машину, нормальное объявление, да, может быть, да, что есть история автомобиля. Это история продаж именно на автору. Смотрите, то есть, вот это... как, да, где он продавался. Вот. Полностью показано объявление. И с каким пробегом. То есть, вы можете сравнить, что сейчас, ага, продается машина с пробегом 290 тысяч километров, а вот сюда вот откроем отчет, а там будет больше пробег. То есть, представляете, год назад машина продавалась с пробегом 350 тысяч километров, сейчас машина продается с пробегом 290 тысяч километров. Ребята, это очень-очень частая тема. Далее, смотрите, ребят, еще такой момент. На самом сайте автору есть такая вещь, как учебник автору. То есть, вот такая штука. Вот одна из таких самых первых основных статей, это вот «Звоним продавцу». Так вот, автору, здесь можно прям вот зайти, почитать все. Ребята, вот эта штука может вам реально сэкономить очень много времени, очень много денег, если вы не особо соображаете в автомобилях, и чтобы лишний раз не тратить деньги на каких-то автоэкспертчиков, автоэкспертов, автоподборщиков, на автосервис, чтобы гнать сразу в эту машину, то есть, достаточно воспользоваться этими подсказками, это реальные шпаргалки такие, по которым мы звоним и, грубо говоря, то же самое говорим. То есть, позвонили, спрашиваете, собственник ли автомобиля, либо не собственник. Если не собственник, то это перекупщик, и нет особо смысла ехать. Смотрите, если, конечно, нету доверенности от родственника и так далее. Дальше спрашиваете, сколько по ПТС собственников автомобиля, какой человек собственник, ПТС оригинал или дубликат, сколько количество ключей, то есть, тоже это, да, момент интересен, потому что, на некоторых автомобилях, например, новый ГЛ смотрите, не новый, там, трех-пятилетний, вы на него ключ за такие деньги сделаете, что там пипец, просто сколько это денег будет стоить, надо на это скидывать. Ну, или шанс, что его у вас уходят. То есть, как вариант, если есть у человека старого, ну, старого собственника ключ, вы ничего не докажете. Вот. Далее, где машина обслуживается, есть ли сервисная книжка, какая у нее история. Ну, и, соответственно, попросить заранее по телефону, если есть возможность скинуть побольше фотографий, если мало фотографий в объявлении, вам фотографии, там, на WhatsApp или Viber и посмотреть. Ну, и самое главное, прежде чем ехать, еще можно взять, воспользоваться, ну, вообще, на Автору есть бесплатный отчет по всем объявлениям, но на всякий случай, желательно, чтобы вам еще скинули вин по автомобилю и вы дома пробили. Потому что, ну, бывают такие моменты, когда продается автомобиль, например, тем же перекупщиком, у него есть там, там, та же десятка, да, у него десятка, там скинуть кривыми документами, взял, от нормальной выложил, мы посмотрели, хоба зелененькая горит, приехали, а машина кривая по документам. Так что, ребят, вот, это именно сервис, которым удобно не просто пользоваться, но и который реально вам может помочь не попасть, ребят, на деньги, а большие и маленькие, в зависимости, ну, от того, какой бюджет вы тратите. И сэкономить время, самое главное, время и деньги. Это кто его грыз? Это у меня шпат ноги не хватило. Зима? Она всесезонная. А как открывается дверь без ручки? А, да, там ручки нет. Я привык, это все не удосуживаюсь. Там вниз одна, а эта закрывается, и закрывается. Вниз одна. А легкий кечет? Не, легкий кечет. Да мне все равно, я просто, я не знаю даже, что еще купить. Просто я жене как бы убрал. Жена, вот я на ней, где она, она слышит для меня, промолв. Ее, давай, возьму. Уж есть. Давай, давай. Конечно, не хотелось. Ну, тот получше будет, Саш. Он там. Смотрите, ребят, мне все равно. Я, мне 48 даже и выгодал. Слушай, тобой все равно в девятом скупе, боевую какую-нибудь. Да, ну, сколько-нибудь в девятом скупе, хорошим. Ах ты, блин. Почему вода? Потом уже в гвозе вы что-то. Прямо изоляционщики, хрена. Что-то мне не кажется особо живым. Ой-ой-ой-ой. Один гад, конечно. Нормально. Я сам убрал из-за трясатки. Ну, я ей не подошла. Трясатка или красная цена, на самом деле. Ну, 35 я больше не... 35 вот. Последний. Извините? Конечно. Там, это надо, это щежок. Нет. заведете смотри жесть какая вообще вот это жесть это дрова, которые все еще хуже, чем у нас одиннадцатая. Знаешь, у меня-то ощущение как каждый следующий автомобиль наш хуже предвыдущий. У нас реально вот восьмерка была. Просто муа, просто муа. Опель сказочный автомобиль. Я бы сейчас реально сам его купил бы за те деньги, которые мы его продали. Да, чтобы его продать еще подороже. Потому что это блин, но мы реально лоханулись. Да, мы лоханулись, мы продали за 40 тысяч машину, которую можно было продать скорее всего тысяч за 60, за 40 мы ее продали. Ну все забыл уже. Ну я же все забываю. Да, ты же без памяти. А я бухгалтер, который не умеет считать. И реально вот сейчас бы этот Opel мы могли продать за 60. Мы можем его два раза. Знаешь, мы можем два раза машины покупать. Причем сами у себя. Вряд ли его кто-то продаст теперь. Ну теперь, конечно, отличный Opel. Ребят, такой классный Opel был. Ну ладно, не суть. Passat, конечно, что не понравилось. Абсолютно неухоженный, засратый салон. Вот понимаете, когда подъезжаешь к человеку, и он вас встречает, и первый вопрос. А можно к вам в машину сесть и покурить? Меня это так взбесило. Это просто... Я не курю, никогда не курил. Аналогично. И меня выбешивает. Ну без обид, я не люблю курильщиков. Потому что из-за них надо вечно что-то ждать. Им вечно надо выйти покурить, покурить. Их надо подождать, подождать. Они вечно запах вот этого курения. Короче, я ненавижу курильщиков. Без обид, ну не нравится мне. Нет. Вот. И в общем, вот первый вопрос. Подъезжаем на машине, и человек спрашивает, можно у нас в машине покурить? Да ну что за бред вообще? Мы говорим, нет. Конечно, нет, иди пешком. Мы доехали до его дома. Вот, вышли, он подошел. Пошли смотреть машину. Далее. Мы открываем опять Автору, начинаем смотреть. Вуаля! Знаете, какой автомобиль? Да, Рено Твинго. Это просто... Твинго. Я даже не знал, что такая Рено есть. У меня Кирилл... Да. Рено прикольное, поехали. Смотрите, что Твинго. Кирилл спрашивает, что это за машина такая? Я говорю, прикольная, классная. А звоним владелице, и она говорит... Кирилл спрашивает, ну а что это за машина? На что она похожа? Она говорит, ну как Матисс, только пошире. Да, по-моему, так. В общем, приехали мы смотреть Твинго. Так, Рено. Рено Твинго. Слушай, а она на Лете. Да? Да. Что такое Рено Твинго? Это маленькая трехдверная машинка. Не, вот сзади справа, правое колесо. Да не, тоже лето. А как? А как что не ездить? Давай сразу. Снизу смотрим. Слушай, ну ржавчина есть, но вроде не гниль такая. Спереди зима. Спереди зима? Ну вот, видишь. А, ну класс. Это прям вообще отличный вариант для девушки. Лен, шпакль отрезкалась. Да? Шпакль отрезкалась. Какая мордочка маленькая. Ты посмотри. Может быть взять, пойти это очистить? Ну, нападало снег. Слично чищеный. Прикольный, да? Да. Он на самом деле внутри очень просторный. Тоже шпакль отлетела. О, глянь, крыло убитое. Ох, ох, ох. Забитую она до хрена хочет. Да она сильно битая. Где-то на нее крыло. Сильно битая. 55 цена. Ну, а что, на машине учились ездить. Ух ты, глянь, тут вообще. На двери вот-то страсть. У нас крыло выскочило. Понял, видишь? И это цепляет она получается брызговик. Наверное, она поставила. Не, ну это все давно делалось. Видишь, тут уже все делалось. И тут еще ее исток. Я что-то даже не знаю. Ладно, я думаю, она целенькая будет. Она что-то, да. Она не очень целенькая. Ну, салончик прикольный. Блин, не видно на камеру. Ну, что, я не знаю ее. Ее прям делать надо. Печаль, груз, печаль. Груз, печаль. Да, к сожалению. То есть, машина все-таки не в самом хорошем состоянии. Пусть там стоит газовое оборудование. Которое не работает. Которое не работает. Причем, Кирилл долго спрашивал, да, у владелица. Типа, ну, блин, ну мне же не нужно оборудование. Я с ним намучаюсь. То есть, ну, зачем мне? Сделайте лучше скидку на машину. Там, заберите это газовое оборудование. Нет. Все, вот, забирайте. Вот оно есть, оно не работает. Ну, я за него денег отдала. Но оно никак не оформлено. Но оно есть. Да. Но оно есть. Ну, и что мне с этим оборудованием делать, которое есть, но оно не работает и никак не оформлено. В общем, тоже непонятная ситуация. Только передняя зимняя резина. Только передняя зимняя резина, да, к сожалению. Вся битая, крашеная. И крайне непопулярная. То есть, взять такой автомобиль на перепродажу себе может быть. Но, ребят, у меня был француз. И я знаю, что проблемы с запчастями для французов, особенно для редких французов, это прям вот прям проблема проблем. То есть, она битая. Среди ваших объявлений тоже очень много интересных автомобилей находим. Тоже их начинаем прозванивать, отзванивать и так далее. Вот в прошлый раз, допустим, 500 рублей получил человек, кто разместил комментарии под видео, с Ниссаном Максима. Автомобиль там в Курске находился. То есть, самый популярный был коммент. 500 рублей мы ему отправили. И в этот раз у нас все равно все тот же самый бюджет. 49 тысяч рублей. Мы по-прежнему смотрим автомобиль до 75 тысяч рублей. Не получается найти. Да, поэтому, ребят, как бы у нас вот это вот аттракцион 500 рублей от ребят из Автотуд продолжается. Поэтому вы точно так же сейчас по ссылочке там на Автору заходите. Ищите тачки. Да, в описании эту ссылочку открываете. Там прям уже до 75 тысяч у вас ссылочка откроется машины. Ищите тачки, скидывайте нам в комменты. То есть, опять же, там самый популярный коммент, который наберет за неделю больше всего лайков. 500 рублей мы отправим. И, соответственно, вы нам тем самым очень здорово помогаете, подбирая нам автомобили. Ну, в общем, в радиусе там Воронеж плюс-минус там 300 километров. Точнее, плюс 300. Ну куда минус. Ребят, ну мы надеемся на самом деле найти уже машину. Тут совсем какое-то отчаяние. Да, мы... Мы уже даже не думаем вот в этот бюджет. Мы думаем взять опять какие-нибудь помоек начать. Но даже помоек дешевых нет. Да, к сожалению. То есть, нету что-то тачек. Поэтому, ребят, ну что, ждем ваших комментов. Ну и, соответственно, продолжаем подбирать автомобили. Да. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Счастливо, ребят. Не покупать тачки перекуп. Не покупайте вообще никому-то. Перекуп, гадкий какой, сиди. На себя посмотри. Я хороший перекуп. Конечно. Все.